Зашла домой запах гари. Резетка у меня дымит. Пожар в квартире Олеси едва не случился из-за скачка напряжения. Но хозяйке все равно светят большие траты. У нее сгорела вся техника. Не включаются холодильник и компьютер. Все, что было подключено к сети. Это почти 20 тысяч рублей ущерба. Но кто его будет возмещать, не ясно. Я им сказала, у меня техника в кредите. Они на мой вопрос ответили, что что мы сделаем. Мы вам помочь ничем не можем. Как платили, так и платите. У соседей потери и того больше. У Ольги сгорела стиральная машина. Теперь мама переживает, как апстировать семью. Девушки написали претензию в управляющую компанию. Коммунальщики пришли с комиссией. Но, как говорят пострадавшие, вместо того, чтобы оценить ущерб, обвинили жильцов. Мол, они сами виноваты в коротком замыкании. Вчера приходили два человека из службы. Они говорят, сколько у вас стоит. Я говорю, так вы пришли описывать, которая работающая или которая сгорела все-таки техника. Они говорят, работающая. Сегодня коммунальщики все же выяснили, скачок напряжения был, но далеко от этого дома. На подстанции это стало ясно, когда количество пострадавших увеличилось почти втрое. К неожиданному скачку напряжения оказались не готовы сразу три рядом стоящих дома. У кого погорели телевизоры, у кого компьютеры, у кого стиральные машины. Но больше всего жители переживают за испорченные холодильники. Говорят, если не похолодание, то даже бы и не знали, как сохранить продукты. И все же в обслуживающей компании компенсировать ущерб не спешат. Говорят, надо еще доказать, из-за чего техника вышла из строя. Ничего, нужно идти в мастерские, устанавливать причину сгорания, а потом предъявлять, кому они считают нужным. Ну, скорее всего, нам. А мы уже будем дальше работать со всеми поставщиками. Этот случай юристы называют тяжелым, но не безвыходным. Чтобы увидеть свет в конце тоннеля, жителям трех домов надо объединиться. Тогда шансов на возмещение ущерба больше. Первое, написать коллективное письмо или много индивидуальных писем в прокуратуру, в жилищную инспекцию, в электросетевую компанию, в управляющую компанию. Для того, чтобы они подтвердили сам факт скачка напряжения и указали виновника. С виновником необходимо согласовать дальнейший регламент действий. А вот чего не советуют юристы делать, так это ремонтировать технику самостоятельно. Это может уничтожить все доказательства вины коммунальщиков. В крайнем случае стоит обратиться в независимую экспертизу. Продолжение следует...